С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. За последние 10 лет на дорогах России погибли около 350 тысяч человек. Цифры неутешительной статистики были озвучены на заседании Президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. Дорожную тему обсудили и в Нинецком округе. Данные таковы. В 2015 году на дорогах региона погибли 5 человек и 43 получили ранения. 350 тысяч человек или население целого города. Говоря о дорогах на заседании Президиума Госсовета, Владимир Путин отметил, в нашей стране слишком легко относятся к этой проблеме. По словам президента, каждая третья ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог и низкой культуры вождения. Глава государства считает строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного дружелюбного поведения на дорогах и понимание всей ответственности – ключевая задача воспитания культуры вождения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный. Поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушение. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например. Заставили устанавливать в салонах машин кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства. В результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населенных пунктах. Но их количество остается, тем не менее, неоправданно высоким. Президент подчеркнул, решение проблем на дорогах – комплексная задача органов власти всех уровней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов. В Ненинском округе такой структурой служит Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. На прошедшем заседании была озвучена статистика за 2015 год. В частности, аварийность на дорогах Ненинского округа снизилась на 32%. По данным госавтоинспекции, на территории округа произошло 39 ДТП. Основная часть приходится на Наринмар и поселок Искателей. На региональной автомобильной дороге Наринмар-Усинск совершено 3 ДТП и столько же на зимних автодорогах. Пять аварий с летальным исходом зафиксированы на территориях нефтяных месторождений на зимниках. Также на заседании подведен анализ преступности в регионе за 2015 год. В первую очередь мы отмечаем рост числа преступлений против личности 150 до 119 факторов. Данная тенденция обусловлена увеличением числа совершенных убийств на 50% с 6 до 9 факторов. При этом хотелось бы отметить, что 60% лиц, совершивших данное преступление, ранее уже привлекались к уголовной ответственности. И почти все совершили данное преступление, в порядке состояния алкогольных. В течение года сотрудниками МВД велась работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. За нарушение правил розничной продажи спиртосодержащей продукции составлено 46 административных материалов. Изъято из незаконного оборота более 15 тысяч литров продукции. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции. В 2015 году на территории округа зарегистрировано 52 преступления за незаконный оборот наркотиков. Половина из них уже раскрыта.